Руководитель военной разведки Чехии Ян Берон заявил, что РФ стала отрицать данные о своей причастности к взрывам на военных складах еще до того, как соответствующими обвинениями выступили глава правительства Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек. В свою очередь власти Чехии планируют вынести свои подозрения в адрес РФ по поводу инцидента во Врбетице на неформальный саммит ЕС, который состоится 8 мая. День Победы безнадежно испорчен. Судя по бегущей ленте ФБ, выбранный, простой парень из народа, обычный долларовый офшорный мультимиллионер Зеленский, который принципиально не платит налоги в Украине, чтобы ни копейки не попало на пенсии и зарплаты собственных избирателей, опять нес лютую галиматью. Никогда такого не было, и вот опять. У Зибила на встрече с польским лидером выпал наушник суфлера, и он начал что-то нести из головы, той, в которую он ест, всасывает и внюхивает. В последнее время тема совка встала из могилы и начала трясти своими прелестями, как все было отлично, мир, дружба, жвачка, как щи ели одним лаптем и т.д. Смотря на эти танцы с бубнами, не возникает никаких сомнений, что это технология мыши братьев. А когда президент, неважно осознанно или в силу своего кретинизма, ищет в совке плюсы, пиши пропало. По всей видимости, президенту неизвестно, что по разным подсчетам в СССР было репрессировано и уничтожено более 100 миллионов человек. В Украине только в 1933 году одним голодом было убито более 8 миллионов. Это не считая расстрельные тройки и уничтожения всего украинского. В чем здесь плюсы, а в чем минусы – вопрос риторический, но он часто гундосит про космос. Королев – это наверняка плюс, а сломанная челюсть чекистским кирзачом – это минус. Взорванный Чернобыль – это минус, но то, что детей бесплатно отправили на море – это плюс. Постоянная погоня за дефицитом – это минус, но уважение ко всему импортному – это плюс. Всего три телеканала на огромную страну – это плюс, но то, что работали они до 23.00 – это минус. Пустые мясные отделы – это минус, но драки в очередях за водкой – это плюс. Когда ты покупаешь себе что-нибудь из одежды, не то, что тебе нравится – это минус, но то, что это тебе подошло по размеру – это плюс. В СССР не было секса – это минус. Но плюсом для себя Вова может считать лишь то, что отсутствовали презервативы, что послужило основным фактором появления Вовы на свет Божий. В каждой непонятной ситуации набрасывай на пороха. Обратил внимание на одну закономерность. После каждого фака по Бубочке сразу включается вентилятор и направляется в сторону Порошенко. Так было и в этот раз. После плюсов Бубочки, ТСН и другие помойки запустили разгромную статью. Порошенко контролировал шесть офшоров для покупки ценных произведений искусства – OCCRP. Само расследование «Чистой воды манипуляция» – это ссылка на отличную работу от OCCRP, где вы не увидите ни документа, ни сертификата, ни ссылки на декларации. Вы увидите сплошное бла-бла-бла со ссылкой на другую такую же манипулятивную публикацию от Грэхэм Стак. Сам же автор Грэхэм Стак – серьезный журналист. В ФБ у него аж 41 подписчик. Сам он подписан на Бигус.Инфо, телеканал «Дождь» и на Зеленского. Также у мирового журнаглиста есть страничка ВКонтактике. В общем, было интересно. Вообразите, эти дегенераты не могут даже нормальный вброс на Порошенко сделать, чтобы 15-минутный переход по ссылкам не привел в ОПУ и ВКонтактик. Вся их сколько-нибудь продуманная активность может быть только с подачи извне. Сами они умеют только с-здить и с-здеть. От старшего по «Нафтогазу» до старшего по «Камере» – один шаг. Независимые члены Наблюдательного совета компании усложнили задачу и направили письмо премьер-министру, где обращают внимание на нарушение закона о противодействии коррупции при назначении Витренко и конфликт интересов между новым ИО-председателем правления и Наблюдательным советом. После чего члены Комитета по выбору Наблюдательных советов прекратили работу в Украине до тех пор, пока не будет ясности в отношении плана действий по реформе корпоративного управления, чем окончательно поставили Шмыгаля в партер. Ну а Коболев сообщил, что на момент его увольнения на счетах компании было более 2 миллиардов долларов свободных денежных средств. В то же время в подземных хранилищах 7 миллиардов кубометров природного газа, принадлежащего «Нафтогазу». Теперь внимательно следим за руками. Сбитый летчик опометил величайшего лидера современности. Порох смог обставить все так, чтобы Блинкин и Нуланд до встречи с Бубочкой встретились с главами фракций. На встрече Порошенко и Блинкина не было переводчиков. Часть лидеров фракций сидела молча, чтобы не опозориться. Юля, например, улыбалась и совсем соглашалась. Это называется дипломатическая хитрость. Очень тонко – пригласить на встречу персонажей, которые не знают английский, поэтому могут только кивать гривой, но при этом формальность соблюдена. Все выглядело так, что других лидеров фракций пригласили, чтобы легализовать встречу Блинкина с Порошенко. Что именно обсуждали госсекретарь США и седьмой президент Украины, можно почитать на странице Порошенко. Там много интересного. Теперь перейдем к Бубочке. Еще недавно «Зе-команда» надеялась, что из-за Ермака встреча с визитерами из США не состоится. Бубочка совсем не готовился, даже текст не подготовили. Но американцы, переступив через парашют, таки пришли на этот стадион. И как только от американцев пошли вопросы, Бубочка поплыл. А после вопроса про Джулиани, язык тела величайшего криком кричал, «Мама, роди меня обратно!» Глаза забегали, вылезли из орбит, весь бледный дрожит, заикается, лепечет, что попало. Все ночные кошмары воплотились в этой встрече тет-а-тет. А обосрался так, что остальные за столом почувствовали запах. Таким перепуганным Бубочку еще не видели. Очень удачная встреча. Где они прячут того умного, прозорливого президента, за которого все еще готовы голосовать 31% населения? И нафига нам и всему миру показывают деятеля, который без суфлера двух слов связать не может? Получается, что Порох, не считая Епифания, был единственным взрослым дядей, который принимал американскую делегацию. Дипломатические встречи делегаций прошли строго, в определенном порядке, по значимости лица, с которым встречаются, и приоритетности встречи. Образно говоря, от вершины и далее вниз по склону. И это о многом говорит. Владимир Зеленский после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкином. Я поражен, что команда прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит. Прекрасно знают все детали. И это большие плюсы, хотя в некоторых вопросах, наверное, это и минусы. Зеленский понял, что в США знают все. Абсолютно все. И сколько он и другие украли. И куда, на какие счета спрятали. И кто и как работает на российские спецслужбы. И как личные коррупционные интересы доминируют над государственными. И главное, с Коломойским пропетлять не дадут. Черновилл. Самое интересное, что все доказательства и конфиденциальную информацию американцам сливает ближайшее окружение Зеленского. То есть друзья по самодеятельности. Карма все же существует. Пехота – это основной род войск, который в данную минуту сдерживает врага на востоке Украины. Это сложно, но оно того стоит. Возвращайтесь с победой! Слава Украине! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова